ну так как у меня утро то всем добрейшего утра сразу исправляюсь потому что мне сказали камеру надо медленнее двигать вот буду двигать медленнее нормально так ну давайте в продолжение субботнего видео буквально немножечко вот этой теме мигрантов сейчас уже несколько дней подряд все немецкие государственные каналы просто верещат о том что ну наконец-то свершилось начали выдворять этих нелегальных мигрантов этих уголовников этих бандитов все государственные каналы сейчас верещат об этом но никто не говорит о том что бавария ежемесячно отправляет почти по 100 по 200 вот таких вот нелегалов обратно в эти страны никто не говорит о том что саксония или тюрингия выдворяет вот этих вот мигрантов потому что не делают это молча спокойно не привлекая никакого внимания не делая из этого никакой шумихи что же делает наша фезер они отправили 28 этих афганцев в афганистан при помощи катарских авиалиний то есть самым самим катарцам они заплатили сумасшедшие деньги за этот рейс плюс каждому этому афганцу дали по 1000 евро карманных расходов вот это спасательница малибу а бавария саксония тюрингия этого не делают они никому из них не дают карманных денег о них просто выдворяют но фезер опять как я уже сказал в прошлом видео пытается привлечь внимание к себе и реабилитировать себя и свое ведомство в глазах населения говоря что вот мы будем притворять в жизнь эту программу по депортации нелегальных элементов нелегальных вот этих вот мигрантов бандитов криминалистов и так далее которые ведут себя неподобающие у нас в стране у меня вопрос сразу я уже его много раз ставил многим даже политиком задавал когда встречались в горсовете почему же сейчас вы так тяжело пытаетесь отправить вот этих вот мигрантов обратно к себе на родину зачем же вы их так свободно и легко бездумно принимали в германию вот и ни один политик не может ответить типа это это миграционная политика страны мы должны помогать всем нуждающимся хорошо но вот посмотрите сами о каких нуждающихся может идти речь если сюда к нам приезжают здоровые желобы из сирии из туниса из афганистана из пакистана из марокко приезжают те кто бежал от правосудия в своих странах именно так по-другому это никак не назовешь они бегут сюда в поисках юридической защиты но они не хотят работать вот я буквально вскользь прошелся в том матрасном видео по украинским беженкам которые здесь когда-то у нас будет здоров мужик который когда-то у нас здесь в апарт-отеле работали и сказал что когда они сюда приехали их приняли буквально на один месяц вот этой вот социальной помощи и потом их послали всех на работу то есть получается что здесь в италии вот данный момент я нахожусь в италии нет такой жирной социальной помощи или как они любят скидать бургер гельт во первых бургер гельт это деньги для покупки бургеров а то что они получают называется бюргер гельт бюргер это гражданин а вот здесь нет такой вот этой сумасшедшей помощи социальной для этих мигрантов для переселенцев для беженцев поэтому здесь все вынуждены работать поэтому очень многие люди приезжающие сюда и ищущие какого-то политического убежища или какого-то социального спокойствия вынуждены идти на работу также с этими украинками в прошлом году я их здесь видел позапрошлым году и фига но в позапрошлым году я с ними тогда просто здоровался в прошлом году я с ними разговаривал одна приехала с мариуполя до 2 помог одна из венец и еще женщина по мост центру украины так вот они там работали они работали и сказано в принципе довольны но та которая из мариуполя она говорила что как только все закончится она вернется домой она не хочет оставаться здесь в италии германии что же получается германии у нас любое создание которое не хочет работать у себя в стране бежит садиться на социальную помощь любое животное которое совершило какое-то преступление уголовное своей стране и знает что за это преступление его могут сурово наказать по законам его страны бежит сюда на вопрос пограничных служб на каком основании вы прибежали в германию отвечает ну я по законам моей страны преступник меня могут там посадить меня могут типа обезглавить типа я в магазине только украл кусок хлеба потому что я умирал с голоду а я не хочу чтобы меня убили всякую фигню рассказывают их сюда принимают их принимают поэтому у нас происходит к бардак вот этого фезор кричит вовсю сейчас вот на пресс-конференции несколько дней назад и даже сейчас атака довольна что вот они 28 афганцев отправили они отправили все ну возьми себе конфетку с полки извините за выражение ты бы лучше сказала какого черта вы каждый год 35 тысяч афганцев принимаете причем принимаете тех кто издевается над женщинами и детьми то есть по словам нашей аналены бербок в афганистане к примеру дискриминируют женщин и девочек в их правах им запрещают на улицах выходить без сопровождения мужчины им запрещают пить и запрещают посещать библиотеки запрещают вообще очень много из того что они привыкли делать вот но почему-то блин принимают почему-то принимают не вот этих вот людей которых обижают а принимают тех кто обижает это вот это на ли она лена бербок она вообще не от мира сего вот это вот зеленый человечек вся партия зеленых у нас по моему в германии немножко неадекватная ну что есть но если бы они были с мозгами то не было такого бардака у нас в стране они же влезли в эту коалицию они же разваливают страну причем разваливают страну планомерно методично зная что они это делают и все равно пытаются развалить страну дальше они прекрасно соображают что на следующий год выбора бундестаг они не заберут того количества голосов которое было вернее которое поспособствовало продвижению партии зеленых в правительство поэтому они сейчас и пытаются сделать так чтобы у нас в стране именно в германии был полнейший хаос полнейший бардак чтобы то правительство которое придет на смену этого задохнулась в этих проблемах и ошибках которые создала сегодняшнее правительство олафа шольца и всей вот этой вот его команды потому что блин все все прекрасно понимают все прекрасно это знают но простые люди сделать на данный момент сегодня ничего не могут абсолютно ничего не могут вот такая вот у нас сегодня водичка на море вода чистейшая прозрачная солнышко светит сейчас сколько сейчас времени 940 плюс 36 на улице отлично просто отлично просто супер в общем я пошел отдыхать пошел загорать купаться а вы делаете выводы дискутируйте высказывайте свое мнение по поводу того насколько лицемерно ведет себя наше правительство в германии публично высказывая свои вот эти вот мнение по теме депортации каких-то там криминальных элементов они ты согласились уехать потому что им дали денег и в то же время о приеме таких же криминальных мигрантов элементов вот этих вот уголовных в страну в количестве ежегодном количестве от 30 тысяч и выше сирийцы афганцы тунисцы марокканцы они все лезут сюда за социальной помощью все абсолютно потому что не было в социальной помощи в германии для вот этих мигрантов и не было бы самих мигрантов а так они приезжают становятся на вот этот вот социал и кассируют бабло причем вот этот вот урод который убил людей в золингами он был я уже говорил он был зарегистрирован в болгарии как беженец но два года жил здесь в германии и получал здесь пособие это сильнейшая хромоногость нашей миграционной политики бюрократической системы которая своим жителям страны зажимает абсолютно все и не дает шанса продохнуть но каким-то уголовником мигрантом каким-то нелегалом дает все возможности все шансы на то чтобы они здесь чувствовали себя вольготно и вели себя извините за выражение как сволочи другого слова я сказать не могу вот такие вот дела не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями ну и конечно же лайк колокольчик ну и все дела всем удачи пока я надеюсь что сегодня я камеру поворачивал не очень быстро